Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает еще один насыщенный на фундаментальные события день. Мы ждем решения Федрезерву по процентной ставке. Оно будет принято в 19.00 по GMT. Может быть конечно же наивно сейчас полагать, что какие-то корректировки произойдут процентной ставкой. Я думаю то, что мало кто из вас верит в это. Но нам важнее дождаться выступления Паула на пресс-конференции, потому что это точно будут тезисы, которые связаны с перспективами роста экономики, с перспективами изменения инфляции и перспективами последующих корректировок ключевой процентной ставки. Поэтому риторика Паула это основной источник и потенциальный триггер движения текущей торговой сессии. Но и до оглашения итогов заседания Федрезерву скучать не придется. Можно в хронологическом порядке сейчас пробежаться по отчетам. В 7.00 по GMT ждем статистику из Англии. Это отчеты по ВВП и промышленному производству. Далее в 12.00 ежемесячный доклад ОПЕК по состоянию рынка. Спрос, предложение – это все то, что будет коррелировать с последним решением странно-энеретического пакта. И я думаю, что этот доклад может стать дополнительным триггером для развития нисходящей динамики. Потому что мы, скорее всего, осознаем, увидим на цифрах, что предложение оказывается на на данный момент на куда более высоких значениях, чем ожидалось до этого. Поэтому есть возможности для развития дальнейшего медвежьего тренда, что, собственно, нам и нужно. И рынок нефти, бренд EWTI в последние торговые сессии или, скажем уже, недели остается вот в этом устойчивом медвежьем ралли. В 15.30 по GMT запасы нефти в США будем анализировать данные не только по запасам непосредственно само нефти, но и нефтепродуктов. Мне очень интересно посмотреть, как изменились запасы бензина. Потому что сам факт их роста на прошлые недели стал причиной дополнительного давления на котировки WTI и бренда. Ну и, как я уже отметил, в 19.00 решение по ставке Федрезерва и в 19.30 пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Пауба. Теперь по порядку. Индекс доллара 103.85. Лоу вчерашнего дня был 103.43. После того, как вышли данные по инфляции, мы были очень близки, друзья, к тому, чтобы протестировать поддержку по индексу доллара 103 пункта. И то, что на рынке остаются медведи, они имеют фундаментальные основания для того, чтобы удерживать лидерство. Это очень хороший знак, который говорит нам о том, что до конца недели могут последовать повторные волны, скажем так, распродаж американского доллара, которые вполне могут оказаться уже результативными. И результативными с точки зрения теста поддержки 103 пункта. Данные по инфляции, которые вышли вчера, это, разумеется, ноябрьские цифры. Индекс потребительских цен в соответствии с ожиданиями скорректировался с 3,2 до 3,1%. Базовая инфляция осталась на отметке 4%. Первая реакция, которую мы увидели, и в принципе сейчас можно говорить, что среднесрочно, как бы на более долгой дистанции, реакция остается довольно предсказуемой касательно американского рынка долг. То, что доходности трежериса снижаются, потому что рынок начинает активнее закладываться под неизбежное смягчение экономической политики со стороны Федрезерва. Десятилетки доходность на данный момент на 4,19%. И сегодня с открытия сессии десятилетки продолжают активно снижаться. FedWatch Tool сейчас обрисовывает или обозначает вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в марте на отметке 43%. Это несколько ниже, чем было день назад, но настроения очень быстро меняются. И даже трудно, друзья, подвязать, опять же, эти корректировки в настроениях с локальным фундаментальным фоном. Потому что в понедельник сессия, как мы помним, была довольно спокойная, но доходность, точнее, вероятность снижения процентной ставки значительно выросла. Вчера был серьезный фундаментальный фон, но вероятность он особо и не повлиял. Надеюсь на то, что сегодняшнее решение Федрезерва по ставке уже точно расставит все точки нады и позволит рынку сфокусироваться на будущих решениях Федрезерва и увидеть все-таки ориентир тех изменений, которые могут произойти. Кстати, до заседания Федрезерва нам предстоит проанализировать еще данные по индексу цен производителей, это промышленная инфляция. Традиционно статистика по штатам такого формата выходит в 13.30 по GMT. По ожиданиям снижения промышленной инфляции в годовом выражении с 1,3 до 1%. Еще один признак и доказательство того, что инфляционное давление ослабляется. Поэтому в целом снижение инфляции может настроить Федрезерв на более мягкую риторику. Это основной план на сегодняшний вечер касательно действия Федрезерва. И если мы окажемся правы и американский регулятор допустит возможность очень скорого отказа от жесткой монетарной политики, то тогда индекс доллара снова нацелится на тестирование поддержки 103 пункта. Рынок нефти 73 доллара за баррель. Мы все ниже. Наша цель 70 долларов за баррель. Теперь до нее остается не 10% коррекции, а около 5%. Поэтому, учитывая, что впереди доклад ОПЕК и данные по запасам, и в целом мы понимаем, что сейчас рынок нефти не очень-то хочет работать с тем локальным позитивом, который сложился ранее. Может быть, о нем уже все забыли. И сейчас на рынке только лишь негативный фон. И если в эту пятницу выйдут еще и слабые данные по Китаю, по промышленному производству, то тогда, друзья, мы точно добьем до поддержки 70 долларов за баррель. Но там уже будем думать. Британская валюта 1,2550. Сегодня выйдут данные по ВВП и промышленному производству Англии. Посмотрим, собственно, за отчетами. Надеюсь, что сюрпризов не будут. И на фоне все-таки динамичного роста активности в сфере услуг, на которую приходится больше 60% вклада в показатели ВВП, данные по ВВП не очень разочаруют. По промышленному производству тоже, надеюсь, без негативных сюрпризов обойдется. Данные по рынку труда, которые были опубликованы накануне. Рост заработных плат 7,2% в годовом выражении. Уровень безработицы остался на отметке 4,2%. Теперь, собственно, ждем заседания Банка Англии в четверг. И риторику Бейли, главы британского регулятора, о том, что важно удерживать ставку в высокий длительный период времени. Не отказываясь от длинных позиций по фунту, опять же, ориентируясь также на снижение курса американского доллара, рисковые инструменты должны выйти к новым локальным максимумам. Австралийцы против доллара 0,6550. Тоже особая ситуация не меняется. Последний комментарий Мишель Буллок о том, что очень внимательно Резервный банк Австралии следит за макроэкономической статистикой, но текущие условия действительно создают возможности для повторного повышения процентной ставки. Завтра на азиатской сессии выйдут данные по австралийскому рынку труда. Соответственно, этот отчет вполне может оказать поддержку австралийскому доллару. Американский фондовый рынок S&P 500 4651 пункт еще ближе к новым историческим максимумам. На вопрос, друзья, о том, что сейчас поддерживает американскую фонду, можно отметить следующее. Это снижение доходности американских облигаций, это ожидание мягкой посадки США, это снижение инфляции, что позволит впоследствии потребителям больше тратить, и это благоприятно отразиться на показателях доходности корпоративного сектора. И, конечно же, скоро отказ Федрезерва от жесткой монетарной политики. Поэтому 4700-4800 – это следующие ориентиры по S&P. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok